Немножко хирургии. Если мы обратим внимание на современный тренд по выявлению меланомы и по стадии меланомной этапе первичной диагностики, то намечается чёткая тенденция к утончению первичных меланом и ин-ситу меланом. С чем это связано? Ну, конечно, с адекватной диагностикой на первичных этапах. Стараются дерматологи, стараются и хирурги по месту жизни, и онкологи, конечно. Именно выполнение адекватных биопсий, адекватного стадирования заболевания позволяет на ранних этапах выявлять её. Когда мы говорим о стадировании, то должны понимать, что тот труд, который проводит команда, меняющая определённые стадии, мы понимаем, что это огромное количество пациентов, огромное количество случаев. И если мы говорим о категории Т, о толщине меланомы в первую очередь, то по последней классификации по-прежнему имеет место значение 0,8 мм, только теперь уже не имеет значения сотые доли миллиметра, достаточно десятых долей. Именно 0,8 станет той точкой, от которой мы будем танцевать, когда будем стадировать меланому по категории. Об этом вернёмся позже. Также, безусловно, не теряет своей актуальности факт изъязвления, безусловно, более толстые меланомы, но не изъязвлённые, обладают лучшими показателями выживаемости, чем более тонкие, но при этом изъязвлённые. Об этом говорит статистика. Ну, по крайней мере, сопоставимые показатели. Если мы говорим о категории Н, о стадировании в отношении лимфоузлов, то нововведением является то, что в настоящее время мы не можем говорить о стадии заболевания в отношении лимфоузлов, мы не можем поставить Н0 при отсутствии клинических метастазов в лимфоузлах. Нам обязательно нужно выполнить биопсию сигнальных лимфоузлов при отсутствии клинических метастазов. Это ровно как и наличие транзита, говорит о... Можно автоматически выставить суффикс С, который позволит нам уже стадиировать в третьей группе, в третьей стадии это заболевание. В различные калькуляторы для вычтения стадии введена также третья D-стадия, которая обладает худшими показателями выживаемости, о чём говорит, безусловно, статистика. В отношении инвазивной диагностики я скажу просто кратко, что вся эта диагностика должна осуществляться, безусловно, дерматологами, а не онкологами, как это происходит у нас в России. Именно дерматолог берёт на себя тот этап неинвазивной диагностики, но и, по большому счёту, инвазивной диагностики. Когда мы говорим о высокой степени вероятности меланомы, в частности, если мы говорим о дерматоскопическом индексе по Штольцу, он будет больше 5,45, мы определяем показания для выполнения биопсии. Биопсия – то слово, которое не нравится многим клиницистам, особенно не нравится почему-то онкологам, потому что кто это должен делать? Но всё-таки, наверное, не онкологи, это задача дерматологов и врачей первичного контакта. Естественно, когда мы говорим о меланцитарных образованиях, выполнение шейф-биопсии недопустимо, потому что наши морфологи не смогут нам дать точный ответ в отношении толщины опухоли. Панч-биопсия или эксцезионная биопсия – это прекрасный метод, который позволяет нам поставить точную толщину опухоли и уже дальше прибегнуть к специфической диагностике и специфическому лечению, если это будет необходимо. Не исключение является и локализация в ногтевом ложе, также применимая и панч-биопсия. Не обязательно сносить дистальную фалангу для того, чтобы поставить толщину опухоли или верифицировать. Разве так можно делать? Ну, конечно, можно. И множество исследований говорят о том, что эксцезионная биопсия никак не ухудшает показатели выживаемости. Поэтому эксцезионную биопсию бояться не нужно. Ну, не стоит забывать, что, конечно, когда у нас есть такие звезлённые формы, ослезнённые формы, мазук-отпечаток позволяет быстро поставить диагноз и уже, имея клинически толстенную меланому, можно приступить к следующим этапам. Следующим этапом является широкое иссечение. И в зависимости, опять-таки, предполагаемой толщины опухоли мы будем выполнять одновременно или без биопсийсигнальных лимфоузлов. Кто это должен делать? Ну, наверное, уже онкологи. Когда у нас диагноз верифицирован, это задача онколога, раз у нас есть в стране онкологические учреждения. Ну, те принципы, которые были заложены в конце XIX века, по большому счёту, долго не менялись. Это широченные иссечения, по большому счёту, ненужные, ровно как и моноблочные лимфодисекции. Слава богу, прошло довольно много времени, но всё-таки спустя почти 100 лет мы приходим к тому, что эти моноблочные лимфодисекции не показаны и не целесообразны при меланоме. И в конце 70-х годов была возникнута теория, что всё-таки не так широко нужно иссекать меланому, там, порядка 6 см раньше делали, но это, конечно же, не нужно, что было доказано в исследованиях. И в настоящее время оптимальным отступом, оптимальный отступ от меланомы, я представлю на слайде, в частности, в рекомендациях НССН он представлен, и надо понимать, что самый широкий отступ – это 2 см, при тонких меланомах сантиметры достаточно за глаза и за уши. Более того, этот отступ может быть изменён в зависимости от локализации меланомы на лице, ну или, например, на стопе. Следующим этапом, или одновременно, с первым этапом является биопсия сигнальных лимфоузлов. Зачем это делать? Но вернёмся к классификации. Если мы не можем выставить стадию по Н, мы не можем стадировать заболевание, мы не можем начать адевантную терапию, и если она будет показана, и не понимаем, по большому счёту, какая стадия в нас веществе. Это тот фактор, который, тот критерий, который позволяет нам назначить адевантную терапию. Есть данные, что он усиливает локальный контроль. И главное, что это метод, который обладает высокой чувствительностью, специфичностью. И зачем мы это делаем? Ну, конечно, потому что в настоящее время у нас есть те агенты, которых не было раньше. Уже Алексей Викторович, должно быть, рассказывал обо всём этом. То есть это тот фактор, который позволяет нам как можно раньше стадировать заболевание и раньше начать адевантную терапию. Техника биопсии стандартная. Это широкая исчезновенная или без. И после выполнения АФКТ, и мы предварительно вводим радиофармпрепарат, о нём скажу немножко попозже, и мы выделяем эти лимфоузлы, удаляем их и отправляем нашим морфологам. В отношении радиофармпрепарата и у коллоидов, и у нано-коллоидов есть свои преимущества и недостатки. Конечно, нано-коллоиды мы сейчас, Сергей Викторович, применяем только нано-коллоидную технику, которая позволяет более успешно маркировать сигнальные лимфоузлы, особенно когда речь идёт о полирегионарном характере лимфоотока. Потому что вариантов накопления лимфоотока довольно много в зависимости от первичной локализации, и не стоит забывать о билатеральном лимфоотоке, особенно если меланома локализуется на животе или на спине, сигнальные лимфоузлы могут находиться как в подмышечной области, так и в паховой области, так и билатерально. Об этом тоже нужно помнить. Если говорить о размере лимфоузлов, которые могут быть поражены, то всё-таки в данном случае размер не имеет значения. Ровно как и накопление радиофармпрепарата, интенсивность её зависит от многих параметров, включая чисто технические особенности введения и разведения радиофармпрепарата. Поэтому те лимфоузлы, которые мы картерировали, те, которые мы выделили во время операции, должны быть удалены, и при этом размер в данном случае не имеет значения. Можно ли выполнять эту процедуру отсрочно? Конечно, можно. И есть ряд исследований. Конечно, конечная точка этих исследований была другая. Именно насколько влияет на выживаемость отсрочка в выполнении биопсис сигнальных лимфоузлов. Но данные не противоречат тому, что само выполнение отсроченной биопсис сигнальных лимфоузлов, которое может достигать и трёх месяцев, и четырёх, и полгода, никак не влияет на чувствительность метода. Следовательно, отсрочно её можно выполнять. И ничего страшного, если её выполнили в одном учреждении, а на биопсис сигнальных лимфоузлов отправили в другое. Это не влияет на чувствительность методики. Выполнять ли тотальную диссекцию после положительной биопсис сигнальных лимфоузлов? Здесь, конечно, вопрос до сих пор открытый, но мы руководствуемся рандомизированными исследованиями. МСЛТ-1, то самое исследование, с которого началась общая история, так скажем, рандомизированная история при биопсисе сигнальных лимфоузлов при меланоме. В данном случае выделяли две группы. В одном случае мы при положительном сигнальном лимфоузле выполняли тотальную лимфодиссекцию, во втором случае пациенты оставались только под наблюдением. Естественно, при выполнении тотальной лимфодиссекции при положительном сигнальном лимфоузле будут более высокие показатели выживаемости, потому что мы не отдаляем тот момент, когда наступят клинически изменённые метастазы. Поэтому с этого всё началось. Дальше было два рандомизированных исследования, которые свидетельствуют о том, что в настоящее время тотальная диссекция даже при положительном сигнальном лимфоузле не показана. И с учётом тех опций, которые у нас есть в настоящее время в плане одювантной терапии, большого смысла не имеет. Опять-таки всё, в частности, MSLTA2, это продолжение первичного исследования, уже конечной точкой этого исследования стало сравнение, одной из конечных точек сравнения, тех групп, когда мы выполняем биопсис сигнального лимфоузла, получаем положительный лимфоузел и дополняем диссекции, или не дополняем, но пациент при этом получает одювантную терапию. В данном случае она не показана. Но мы всегда решаем это индивидуально, в зависимости от клинической ситуации, безусловно. И главное не путать всё-таки клинически изменённые лимфоузлы, то есть клинические метастазы, с метастазами, которые выявлены посредством биопсис сигнальных лимфоузлов. Конечно, когда речь идёт о клинически позитивных лимфоузлах, показана лимфодиссекция. И опять-таки напомню, что профилактика не улучшает, профилактическая лимфодиссекция не улучшает пока для выживаемости, поэтому мы её применяем по показаниям. Типичная операция, вы прекрасно знаете, операция Дюкена, пахово-бедренная подвздошная лимфодиноктомия, аксиллярная лимфодиноктомия, операции Кралена, если речь идёт о метастазах на шее. Принципы выполнения лимфодиссекции стандартные, главное удалить их в футляре. И, естественно, оценка морфологами. И что оценивает морфолог здесь, кроме наличия и изменения лимфоузлов, выхода за капсулу и так далее, это, конечно, есть определённые показатели качества выполнения этой диссекции. И когда приходит ответ, что у нас после паховой лимфодиноктомии всего два лимфоузла вообще в препарате, мы понимаем, что эта диссекция выполнена недолжным качеством. Им стоит иногда рассмотреть вопрос либо более пристального наблюдения за этим пациентом, либо выполнение повторной диссекции. Если мы говорим о метастатической болезни, то и о диссиминированной меланомии. В данном случае не стоит забывать о том, что мы можем воздействовать и регионарно на изменённый участок, на ту же самую конечность. Изолированная регионарная перфузия, процедура хорошо всем знакомая, когда вводится препарат, химиопрепарат, и достигается его концентрация в конечности, несовместимая с жизнью, но благодаря изолированной перфузии это позволяет ограничиться с такой конечностью. Да, есть хорошие результаты. Мы должны понимать, что за этими хорошими результатами есть и случаи, когда мы заканчиваем всю эту историю ампутации. В данном случае надо понимать, что изолированная перфузия может являться всё-таки только альтернативой ампутации при первичной меланоме, при нескольких транзитных метастазах. Это не метод выбора. Что хотелось сказать в заключении. Именно первичная диагностика позволяет нам как можно раньше поставить диагноз. И именно выполнение адекватных биопсий, а затем и биопсий сигнальных лимфоузлов, позволит как можно скорее начать современную терапию. Это и есть основная задача хирурга. Уже хирург уходит на второй план влечения меланомы. Это только, по сути, диагностические процедуры, циторедукция и те ресурсы, которые могут быть полезны. Не будем заставить внимание на запрещенных. Но это очень полезно для всех. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Григорий Владимирович. Спасибо большое за блестящий доклад. Я вижу в зале Виталия Викторовича Егоринького у вас вопросы. Нас слышно? Да, вас слышно. Я всех приветствую. Татьяна Галановна, вас. Здравствуйте. Татьяна Юрьевна, простите. Григорий Владимирович, у меня есть пару вопросов к вам. Я вас не вижу. А я вас вижу. Отлично. Приветствую, Григорий Владимирович. Григорий Владимирович, если мы берем модель пациентов с транспортными метастазами, то есть рецидивные модели, тактически вы говорите, что мы применяем изолированную легионарную перфузию. Правильно? То есть это один из основных подходов. Нет, не один из основных. Мы опять-таки повторим, что изолированная перфузия может являться именно альтернативой ампутации чаще всего. Нет, понятно, что это альтернатива ампутации, прекрасная методика. Но давайте возьмем сейчас концепцию сигнальных сторожевых лимфоузлов. Так. Да? Вот в данном случае при транспортных метастазах. Если у нас есть транспортный метастаз, то в данном случае нам нет необходимости определять сигнальные лимфоузлы. Когда у нас есть транспортные метастазы, у нас уже есть определенные показания для выполнения одевантной терапии. Ну, хорошо. Если все-таки тогда мы берем зону регионарного воздействия, да, это голень, допустим. Если мы все-таки определяем сигнальные лимфоузлы, имеются зоны поражения выше подвздошные лимфоузлы, бедренные лимфоузлы, вы не считаете, что это уже системность процесса вышла за регионарную? Естественно. Конечно. То есть тут получается, что наоборот, но вот последние публикации свидетельствуют о том, что каждый рецидив, он должен подвергаться исследованием на сигнальные лимфоузлы. И он в корне меняет всю концепцию фактически. Мы отказываемся уже от изолированной регионарной перфузии, да, беду генерализации опухолевого процесса. И переходим только к лекарственному лечению. Так, как правило, мы переходим к лекарственному лечению, когда у нас тот процесс, который локализован на конечности. Если мы говорим о подвздошных лимфоузлах, будете ли выполнять, вот конкретно вы, биопсию сигнального, и многое говорите о подвздошных лимфоузлах, но редко когда они являются сигнальными, да, вышедшими за пределы конечности, то есть уже неконтролируемый процесс. Наверное, это не совсем целесообразно. Нет, но все-таки я не буду выполнять регионарную перфузию при этом. Однозначно точно. Я тоже. Если зона поражения ушла. Конечно. Я просто не совсем понимаю вопрос. Выполнять ли мне биопсию сигнальных лимфоузлов при транзитах на голени? По большому счету выходит на еще такой момент, что при первичном образовании мы выполняем исследование сигнальных лимфоузлов, но нужно подчеркивать, что и рецидивные образования, они также подвергаются. Их немаленький процент. Их тоже, наверное, нужно акцентировать внимание, что нужно выполнять сигнальные лимфоузлы. Потому что принципиально это подход либо к изолированной региональной перфузии при локальном воздействии, но если это вышло за параметры, тогда мы ищем уже другие пути. Безусловно. И вот с нами сидит в зале патоморфолог Анна Сергеевна, пожалуйста, вот хотела бы тоже отметить определенные аспекты. У меня просто небольшая ремарка в отношении первичной диагностики, потому что зачастую мы сталкиваемся со сложностями объективными в силу деформации материала, механической и термической, к сожалению. Это приводит в ряде случаев просто к невозможности оценить степень тяжести морфологических изменений и определиться с уровнем потенциала злокачественности образования. Поэтому если есть клинические подозрения в отношении того, что это диспластический невус или тем более меланома, конечно, имеет смысл выполнять биопсию холодным инструментом. Мы можем пытаться избегать инструмента, который может привести к именно термическому повреждению фрагмента удаляемого, потому что это может привести к невозможности постановки адекватного диагноза. Я уже не говорю об определении параметров, необходимых для стадирования. Спасибо большое за доклад. Хотелось бы уточнить или на основе вашего опыта выяснить, часто ли вы встречаетесь с ложно-отрицательными биопсией сигнального лимфоузла, когда мы все-таки выполнили биопсию сигнального лимфоузла, выполнили микроскопическое исследование, даже иммуногистохимическое, но потом через некоторое время мы видим пациента прогрессирования заболевания с отдаленными метастазами, либо с транспортными метастазами. Спасибо. Спасибо большое. Это прекрасный вопрос, но я бы даже в вашем вопросе, наверное, акцентировал бы внимание именно о ложно-отрицательном, с чего вы начали. То есть одно дело, когда мы выполнили биопсию сигнального лимфоузла, и у нас возникло потом системное прогрессирование, это один вопрос. А если мы выполнили биопсию сигнального лимфоузла, через некоторое время в рамках этого же лимфоколлектора у нас возникает метастаз, вот это совсем туга, наверное, история. В настоящее время мы встречались с такими ситуациями, здесь довольно сложно сказать, это была ошибка методики, то есть мы выполнили биопсию не того лимфоузла, или это через некоторое время произошло прогрессирование заболевания. Конечно, если мы выявили метастаз в этом же лимфоколлекторе спустя один месяц после заболевания, это ошибка методики, то есть конкретная хирурга или ошибка картирования. Да, такие ситуации бывают, но крайне редко. Да, Григорий Владимирович, это все правильно, но вот тут момент такой, что вот после АСКО очень много дебатов было по поводу сигнальных лимфатических узлов, и картина-то опять неоднозначная, потому что они начинают очень аккуратно говорить, что вот, например, отрицательный узел, отсутствие его, это не значит, что действительно будет какое-то поражение. Но отсутствие, например, или позитивный край, это не значит, что пойдет прогрессирование. Потом очень витивато они предлагают опять же вот эти профилактические лимфоденоктомии. Опять начинается вот эта круговерсия и с ними, что они опять же делают сноску о том, что при невозможности тщательного, динамического контроля, да, а что еще более смешнее на уровне Соединенных Штатов, они говорят, при возможности выполнения ультразвуковой вот этой диагностики, мы все-таки аккуратно рекомендуем лимфоаденоктомию, да, но если пациент не соглашается, они прописывают этот динамический контроль. Но вот ваш подход все-таки какой? Вот мы забираем лимфатический узел, он отрицательный, то есть все попадает в общую популяцию. Как мы динамически что-то изменяем, не изменяем? И опять же, противоположно, нашли этот лимфоузел, но нет препаратов в адевантном режиме используем. Ваши рекомендации. Мы как-то усиливаемся или все-таки это стандартный комплекс обследования? Спасибо большое. Это замечательная ремарка и то, что в унисонках всегда. Потому что если мы говорим о меланомии отрицательных лимфоузлах, в отрицательных сигнальных лимфоузлах, то не стоит забывать о критерии толщины первичной опухоли. Если это была относительно тонкая меланома, там 0,9 мм, да, и мы выполнили биопсию сигнальных лимфоузлов при относительных показаниях, и мы понимаем, что там отрицательные лимфоузлы, то мы понимаем, что это стандартный комплекс мероприятий, те же самые росты и месяцы осмотры, ультрузаковое исследование лимфоузлов, компьютерная томограмма грудной клетки, к которой мы прибегаем. У нас, по сути, в России, по общей тенденции в России, мы всё-таки передиагностируем. У нас фоллоуап довольно выраженный. У нас во многих регионах и везде, где есть средства, всё-таки мы прибегаем к более интенсивному наблюдению за пациентами, нежели в США в том же самом. Если мы говорим о толстенной меланомии, изъязвлённой, вообще открывается вопрос о адювантной терапии после даже негативных лимфоузлов, но это отдельная тема для дебатов. Да или нет, адювантной терапии при толстой терапии. У нас один вопрос, потому что мы немножко сейчас выбиваемся из нашего графика, но, тем не менее, вопрос из наших слушателей. Да, вопрос от слушателей. При меланоме, при любой стадии, выполняет всем пациентам диагностику сигнальных лимфоузлов? Нет, диагностика сигнальных лимфоузлов выполняется при первичной меланоме толщи 0,8 мм. Это при первичной меланоме. Если у нас речь идёт о метастатической меланомии, вот как раз Виталий Викторович, мы только что обсуждали такие сложные моменты, когда есть транзитные метастазы. Опять-таки, вопрос открытый, и опять-таки, мы только что обсудили. При транзитах тоже надо обсудить вопрос биопсии сигнальных лимфоузлов. Говорит Владимирович, тут больше, наверное, имеется вообще, что большинство, наверное, слушателей отмечает. Но подозревают они меланому. Вот мы всегда уходим от этого. Шеф-биопсию, хорошо, мы не можем выполнить. Мы не можем выполнить ещё какие-то ряд исследований. Вот подозревает доктор меланому. Всё, он клинически ставит меланому. Так вот, верификация, вот эта меланома-то, она нужна в итоге-то или не нужна? Конечно. До определения. Конечно. То есть, исходно мы всё равно любым путём, вот доктор подозревает, что есть изменения, вот эта злощадинственная АБЦДЕ, да, вот это всё попадает под критерии. Дальше мы должны верифицировать. Безусловно. В любом случае. Опять-таки, в моём докладе прозвучало этот момент, что если это извязлённая толстенная меланома, и мы уже понимаем, что нам будет показано и биопсии сигнального лимфоузла тоже, при отсутствии клинических метастазов, где-либо и висцеральных метастазов в том числе, то достаточно цитологической верификации, выполнение цитологической хотя бы верификации, уже выполнение широкого исчения с биопсии сигнальных лимфоузлов одновременно. Если это тонкое новообразование, интрадормальное новообразование, мы должны выставить толщину по брыслу. И в таком случае нам всё равно показана экстазионная биопсия. Подместная анестезия. Прекрасно можно выполнить любую экстазионную биопсию путём панча, путём классической экстазии. Без разницы. Мы должны её верифицировать. А вот последний момент. Вот мне попалась статья. Там вообще они сузили показания до больше трёх миллиметров и извязления. Всё. Два показателя, при котором они выполняют сигнальные лимфоузлы. Определение сигнальных лимфатических узлов. В данном случае ваше отношение. Как можно сузить до двух параметров? Мне кажется, мы всё-таки должны жить в соответствии с рекомендациями и опираться на рекомендации того же самого НССН, где чётко прописаны показания для выполнения. Если через два года появится это в рекомендациях, мы так и пойдём. Это все рекомендации основаны всё-таки на огромном массиве статистических данных. И здесь опираться на собственный опыт или на отдельно взятые статьи не приходится возможным, на мой взгляд. Спасибо большое, Григорий Владимирович. Спасибо, коллеги. Очень активная дискуссия показывает актуальность проблемы. И мы продолжаем наш вебинар. Возможность использования стереотоксической лучевой терапии у больных меланомы. Сергей Николаевич, вам слово. Спасибо. Спасибо.